Сегодня с вами Елена Максимова и я вам буду показывать, как ящу своих овечек. Нам понадобится довольно большое количество материалов для их изготовления, ткань для тела. Я использую костюмную ткань, полушерстяную. Она довольно хорошо тянется в обоих направлениях и внешне мне нравится, как она выглядит на игрушках. Дальше нам необходимо подобрать ткани для одежды. У меня, скорее всего, будет платье в яблоках, нижняя юбка будет вот такая, с завитушками и панталончики будут в мелкий цветочек. Все ткани должны между собой гармонировать. Для украшения нам понадобятся различные кружева, ленты, тоже, чтобы они подходили в цвет, в тон к нашим тканечкам. Смотрите, я буду использовать вот это кружево, идеально смотрится на ткани. Также нам понадобится нитка для волос. Вот такая у меня ниточка. У нее есть еще такое... Сверху она обвита обычной ниткой. Я эту нитку верхнюю снимаю, у меня остается просто вот такая пряжа пушистая. Можно, в принципе, не снимать. Можно заменить эту нитку, я думаю, шерстью для валяния. Накрутить таких жгутиков неплотных. И дальше использовать... Вот так, петельками мы будем пришивать. Использовать в качестве прически. Можно привалять, если вы умеете. Я этого делать не умею, поэтому пока не использовала, не применяла такой метод. Ну и... Начнем с выкройки тела. Уберу костюмную ткань. Складываю ее пополам. И начинаю переносить выкройку на ткань. Кроить я буду по долевой ниточке. Все выкройки у меня будут находиться вдоль кромки. Забыла сказать про необходимые материалы. Нам также понадобится сухая пастель для тонировки. Ручек и ножек. И... Обычный, самый обычный лак для волос. Для... Фиксации... Сухой пастели. Потому что она... Очень сильно сыпется. И очень плохо держится на поверхности. Ее нужно зафиксировать. Иначе наша игрушка будет вся... Испачкана. Так. Я переношу таким образом, чтобы у меня верхняя часть руки была подолевой. Ну, соответственно, изгиб ручки пойдет так, как ведет выкройка. Вторую ручку мы должны расположить параллельно. Первое, чтобы у нас при наполнении синтепухом были одинаковые ручки по длине, по объему. Для переноса выкройки я все так же использую ручку, которая исчезает при высокой температуре. То есть, я проглажу. И ручка исчезнет. Ножки. Перенести на ткань выкройку таким образом, чтобы верх ноги был параллельно долевой нитке. Ну, а низ, изгиб ножки будет уже идти, как идти. Я одну ножку перенесла. Теперь параллельно первой ножке я уложу вторую. Расстояние между выкройками у меня около сантиметра в самых близких местах. Для того, чтобы потом можно было аккуратно, спокойно вырезать, не боясь, что повредите шов. Нам осталось нанести голову. Голова у нас состоит из трех частей. Будет вот одна деталь круглая и два таких вот клинообразных, две таких клинообразных детали, которые будут у нас на затылочной части. Поэтому я... ...вкладываю ткань. Эту деталь можно скроить как по долевой, так и по косой ниточке. Поскольку у меня костюмная ткань, нет необходимости в выкраивании. По косой она хорошо тянется. по косой я её... ... и... ...одна деталь головы. Я её вырежу. Уже после того, как сошью все детали... В принципе, и перенести ее можно на ткань уже после того, как сошьете и вырежете все детали. Здесь нужно наметить центр, чтобы мы потом знали, куда вшивается он на затылок. Итак, необходимо не забыть про отверстия для выворачивания на ручках, ближе к плечу, около 2 см. И на затылочной части, где-то посередине, необходимо сделать это отверстие, тоже около 2 см. Убедиться в том, что у нас ткань лежит ровно, ничто никуда не уехало. И все это нужно зафиксировать булавками. Очень осторожно, потому что, если мы некачественно прострочим наши детали, то игрушку может покосить. Так, я зафиксировала все детали на ткани. Теперь нам необходимо все это прошить. Строчу я обычно с длиной стежка где-то 1,3 мм. Ну, может быть, 1,5 мм, не больше. Потому что нам необходимо в дальнейшем будет довольно плотно набить игрушку. Вот, и чтобы шов у нас не рвался, не тянулся, не было видно нитки сильно на швах, да, при натяжении. Необходимо, чтобы строчка была мелкая. Вот. Не забываем, что вот здесь на ручках и на голове, на затылке у нас должно быть оставлено отверстие для выворачивания. Тело и ножки мы не дострачиваем. Вот это вот вверх, там, где пунктирная линия у вас на выкройке и низ у тела, он будет открытым. Значит, еще раз повторюсь, сейчас мы с вами прострачиваем две руки и две ноги, тело и затылочную часть головы. Так, я прострочила детали в процессе некоторые булавки удалились, они мешали, некоторые остались. Я убираю лишние булавки на голове, пока вместе ставлю. Теперь нам нужно вырезать первым делом голову, затылочение аккуратно надо делать, оставляя припуск примерно полсантиметра. Теперь необходимо взять выкройку головы, которую мы использовали, перевернуть нашу деталь. Сразу удаляю нитки, которые мешаются. Теперь можно смело удалить булавки. Прикладываю выкройку головы. Для того, чтобы перенести на другую сторону контура. После этого мы, видите, у нас с двух сторон перенесена выкройка. После этого необходимо вырезать голову, лицо, вернее, уже получается. Тоже оставляя припуск около полсантиметра. Стараемся это делать ровненько. Если не получается на глаз ровно отрезать, то лучше сделать себе контур, по которому вы будете вырезать. Теперь мы берем выкройку, вернее, уже состроченные детали затылка, разворачиваем и совмещаем вот с этими центрами. Наши уголки на затылке должны попасть в центр. Фиксируем, проверяя, чтобы совпали линии. И с другой стороны делаем то же самое. Совмещаю центр на лице с центром затылка. Совмещаю линии с обеих сторон. И теперь необходимо совместить линии по всему периметру. Вот таким образом. С одной стороны я вколола, перевернула, посмотрела, чтобы у меня иголочка попала на линию. И выкалываю с другой стороны. Немножечко не попала. Переместила иголку. Можно это сделать ручной наметкой. Это будет немножко дольше. Я уже привыкла делать таким образом. Но, если вы не уверены в том, что у вас получится ровно совместить все швы, то лучше сделать это ручками. И еще раз. И еще раз. Продолжение следует. И еще раз. Это я сделала для того, чтобы зафиксировать наше личико и затылок, но так шить совершенно неудобно, поэтому я теперь перпендикулярно строчке вот таким образом, чтобы линия, по которой мы будем строчить, была между иголочками, скалываю булавками по периметру, удаляя вот эти горизонтально направленные иголки постепенно. Таким образом необходимо зафиксировать все лицо. Делать это нужно довольно часто, чтобы у нас нигде не съехала наша строчка, чтобы личико было кругленьким, чтобы булавок понадобится много. мы уже готовы к тому, чтобы начать сострачивать детали лица. Теперь нужно определиться, с какой стороны вы хотите начать шить. В принципе, это не важно совершенно, откуда вам будет удобно. Ну, допустим, вы здесь начнете, строчку не закрепляйте, прострачиваем по контуру и когда заканчиваем, мы немножечко находим на начало, буквально полсантиметра, и таким образом строчка зафиксируется и никуда уже от нас не денется. Шить нужно все тем же маленьким, мелким стежком 1,3 мм. Вот я прострочила лицо, с обеих сторон у нас все ровненько, теперь я удаляю нитки. Можно приступить к вырезанию. Беру в нужности зигзаг и довольно близко к краю вырезаю. Сильно близко к строчке резать не нужно, потому что мы будем наполнять нашу голову синтепухом очень туго. и здесь нам тоже нужно вырезать. на затылке ставим небольшой выступ для удобства зашивания котейного шва на затылочке. вот уже даже можно вывернуть ее, посмотреть что у нас получилось. Только прежде чем я буду выворачивать, я ее проглажу, чтобы удалить ампулку. Смотрите как хорошо, ампулки не видно, все у нас чистенько. Я вам очень рекомендую обзавестись ручкой, которая исчезает при температуре. У меня это фирма пилот, возможно еще какие-то фирмы делают такие же ручки, но я других не встречала и не искала. Так, это у нас голова, пока мы ее отложим в сторону, у нас есть еще другие детали, которые нужно вырезать. изрезаю ноги от туловища. Туловище мы можем вырезать обычными ножницами ровными, на расстоянии пол сантиметра от шва. здесь немного на шее я сделаю надрез зигзагами. Дальше снова можно обычными ножницами резать. с руками я поступаю точно также, округлыми стоя. Вырезаю зигзагами, дальше режу прямыми. это потому что зигзаги очень тяжело режут ткань и когда ты много вырезаешь, вот здесь вот на костяшках пальцев образовываются такие мозоли, водянки. чтобы уменьшить нагрузку на руки, я пользуюсь двумя ножницами попеременно. обычно, когда я работаю много с зигзагами, я использую полотенечко махровое, тоненькое, чтобы ручки и ножницы не терли, пальцы. поскольку сейчас снимаю видео урок, не использую этого метода. Вырезаем дальше, здесь у нас место для выворачивания. и на плече снова необходимо немножко зигзагами. То же самое я проделываю со второй рукой. здесь у нас край ткани близко, там можно сразу начать сверху руки. здесь, наверное, самое трудное место на изгибах этих копытец. надо очень аккуратно вырезать, чтобы потом оно все аккуратно вывернулось. Так, зарезаем. И у нас остались ножки. Теперь нам необходимо убедиться в том, что на вот этих вогнутых частях ручек и ножек хорошо прорезалось. Если вдруг не дорезанное есть, лучше сделать надсечки. а уж тем более, если вы вырезаете прямыми ножницами, то это просто необходимо сделать. мне это теперь нужно прогладить для того, чтобы не оставить следов на вывернутом изделии от ручки. И дальше приступим к набиванию. Я прогладила детали для того, чтобы исчезла ручка. И мы приступаем к наполнению. Для того, чтобы наполнять, нам нужно подготовить синтепух, палочку для суши и иголку с ниткой подходящего цвета. Я беру в тон моей ткани. Той ниткой, которой я только что строчила, то и будем зашивать потом отверстия. Я использую трубочку для выворачивания. Можно, в принципе, не использовать. с ней быстрее. Выворачиваю детали. Тупой стороной необходимо развернуть шпы. Здесь будьте осторожными, чтобы не порвать ткань на копытце. Можно использовать не только палочку для суши, можно использовать кисточку, например. У тебя увидела, лежит на столе кисточка. Все-все-все детали необходимо хорошо вывернуть. Особенно в этих трудных местах. Наши ножки. Очень красивые. До конца не вывернули. Нужно поправить. Ножка у нас длинная, чтобы ткань не мешала. Теперь нужно заранее сделать отметку на ножках, где мы будем прошивать коленки. Я их так сложу вместе. Видим, что они у нас одной длины. Возьму свою волшебную ручку. Примерно вот так пополам их сложу. На одной из ножек нарисую. В одну сторону, на другой ножке я нарисую другую сторону. Проверяем, чтобы у нас линии совпали. И пока откладываем. Можно, в принципе, не делать коленочек. Это по желанию. У меня есть игрушки, которые с коленками, которые без коленок. Но те игрушки, которые с коленками, они удобно садятся на полку, допустим. Чтобы ножки свисали вниз. Ничем не хуже смотрится игрушка, которая с непрошитыми коленками. Начинаем с рук. Небольшими кусочками нам необходимо наполнить пальчики для начала. Такое сложное место. Буквально маленькими кусочками в каждый пальчик, скажем так, будем называть это пальчиками, Дотолкать туда синтепуха. Чтобы дальше уже можно было более крупными кусками заполнять ручку. Добавляем. Добавляем. Таким образом нам необходимо наполнить две руки. Я дошла с одной стороны до отверстия для выворачивания, теперь переворачиваю изделие и наполняю плечо. Добавляю плечо. Добавляю плечо. Добавляю плечо. Добавляю плечо. Добавляю плечо. Добавляю плечо. Распределили наполнитель равномерно и теперь нам необходимо зашить потайным швом отверстие которое осталось у нас после наполнения с изнаночной стороны завожу иголочку чтобы узелок спрятался и потайным швом оставляю небольшое отверстие не зашитым через него я дополню ручку недостающим холофайбером потому что невозможно через широкое отверстие наполнить ее достаточно туго и через маленькое как раз все хорошо получается достаточно теперь заканчиваем так и Зашили пательным швом отверстия и теперь для надежности я, как правило, обшиваю еще таким шовчиком, вот таким образом. Я закончила и выкалываю ниточку в руку. Ручка наша готова, отправляем, чтобы у нас все было ровно, вот такая ручка. Точно таким же образом нам нужно наполнить и вторую руку. Так, вот у меня две ручки готовы, такие. Я их пока вместе отложу в сторону, теперь займемся ножками. Ножки мы наполняем точно таким же способом, как и ручки, с одним единственным отличием. Мы остановимся в районе той линии, которую мы нарисовали, где у нас будут коленки. Маленькими кусочками я заполняю копытца, равномерно распределяю и после этого наполняю всю ножку. Низ ножки у нас должен быть тугой, довольно упругий. Я закрой и вымытюсь. Я закраю все молоко. Сюда я хочу, чтобы я выбрал все время, я Premier заполняю с ногами. У меня выкалываю просто таким же образом, У меня вам былоww. Но, что я требую? Я не могу не然后. У меня был пилизу, Тех, я бы как-то, но едва мне хватило, зубью в пилизу, Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Я думаю это будет последний такой кусочек перед тем как мы зашьем нашу коленку. Для начала я просто зафиксирую булавкой. Сделаю то же самое сейчас со второй ножкой. Берем обе ножки, сравниваем чтобы у нас в районе коленок была одинаковая наполненность синтепухом и вторую ножку тоже нужно зафиксировать в районе коленочки. Проверяем чтобы они у нас были на одной длине. Вот так складываем краями, смотрим, у меня немножко, нет, все ровненько. Оказалось, думала что одна ножка коленочка выше, другая коленочка ниже. Но как выяснилось все в порядке. Я взяла нитку с иголкой и сейчас нам необходимо вот здесь прошить наши будущие коленочки. Можно это сделать на машинке, но на машинке оно получается не всегда аккуратно. Поэтому я сделаю вручную. Очень мелкими стежками. Смотрите с обратной стороны, чтобы тоже нитка ложилась ровно. В принципе, для тех, кто шил тильду, этот способ прошивания коленок знаком. Да, и не только у тильды, у многих кукол так колени прошито. Именно для того, чтобы она могла красиво сидеть. Теперь дублируем стежок в обратном направлении. Можно булавку удалить, она нам не нужна. Создаем имитацию машинной строчки. Конечно, это мало похоже на машинную строчку, но тем не менее, мы таким образом закрепим нашу нитку, она никуда не будет съезжать. У меня. У меня. Фиксируем ниточку с краю и прячем конец нитки в игрушку. То же самое нам необходимо сделать со второй коленочкой. Все у нас тут хорошо, берем наполнитель и слегка не очень туго заполняем верхнюю часть ножки. Это нужно сделать действительно не очень туго, потому что иначе у нас будет плохо ножка сгибаться в коленке. Вот видите, хорошо сгибается, все работает наш коленный сустав, так сказать. Больше не нужно. Этой части ноги не будет видно и даже не будет видно коленки, где мы прошили, потому что там у нас будут панталочки. Красивенькие, с рюшечками. Проверяем, чтобы сгибалось немножко легко. Все, с ногами мы закончили. теперь берем туловище, хорошо расправляем внизу, берем наши ножки, тоже разворачиваем шов хорошенько и вкладываем его к боковому шву тела нашей будущей овечки. Тюмная ткань такая гуляет, не совсем удобно это делать, но мы должны постараться зафиксировать ножку на месте. Делаем то же самое со второй ножкой, следим за то, чтобы у нас копытца смотрели друг на друга, а шов ножки с двух сторон был с одной стороны как бы от шва туловища. Видите, у меня шов ложится на ножку с одной стороны и с противоположной стороны точно так же боковой шов как туловище ложится на ножку. Здесь приподняла она у меня все развалилась опять. Сейчас снова будем фиксировать. вот тут у меня выскочила. Нам нужно положить ножки так, чтобы высота коленок и коленки были на одном уровне и ножки, чтобы были на одном уровне. я могу передвигать несколько раз местоположения ног, потому что это важно для конечного результата. не совсем нравится как он ложится сбоку. вот тут. смотрим, коленки у нас на одной высоте, ножки заканчиваются тоже одинаково. вот так, наверное, положу, чтобы вам было виднее. вот. и теперь нам необходимо пришить ноги к туловищу. между ножками у нас остается небольшое отверстие, я его оставлю незашитым. пришивать я буду обычным зигзагом, прям вот по вот этой линии, которая у нас получилась. этого места в готовом изделии видно вообще никогда не будет, потому что, во-первых, будут панталончики, во-вторых, эти панталончики будут пришиты к туловищу игрушки. вот. поэтому, как бы, я здесь не придерживаюсь особо какой-то там эстетики, скажем так. я здесь придерживаюсь надежности, чтобы у меня эти ножки никогда, ни при каких обстоятельствах не оторвались. значит, пришиваю обычным зигзагом, частым, в несколько этапов, туда-сюда-обратно, чтобы здесь была прочная надежная строчка. между ножками отверстие, повторюсь, оставляю открытым, пришиваем только лишь ноги к туловищу. вот, что у меня получилось и, в принципе, это же должно получиться и у вас. я обрезаю лишние нитки, расскажу вам один маленький секрет. вот иногда бывает такое, что ты шьешь, неважно зигзаг, строчка это или прямая строчка и в каком-нибудь месте, как правило, это в самом начале, если вы начинаете шить вот близко к краю и большой слой ткани, да, вот там куча припусков, вот, лапка не, как бы, нижний транспортер не хватает ткань и не протаскивает, да, как бы, и в итоге вы шьете как бы на одном месте. вот сейчас я вам покажу. вот у вас получается или вот такое место, или вот такое, как и здесь, да, для того, чтобы избежать вот таких вот, как бы, пробок, да, вот, в затор попадаете, необходимо нажать на лапку, вот, на край, на кончик лапки, который ближе к вам, вы просто нажимаете, придавливая тем самым ткань к транспортеру и оно тогда хорошо все прошивается. вот это такая маленькая хитрость, как бы, швейная, у меня такое часто просто происходит вот в этих моментах, поэтому я для того, чтобы предостеречь вас, рассказываю, как этого можно избежать, вот, теперь через это отверстие, которое у нас осталось между ножками, я наполняю игрушку. небольшой кусочек синтепуха отправляю в шею, шею нам нужно сделать довольно плотной, потому что она у нас будет держать голову, головка не маленькая, так вот тщательно, хорошо мы его туда утрамбовали, и теперь наполняем дальше нашу игрушку, я каждый раз, когда делаю игрушку, даже если это повтор одной и той же модели, да, вот как овечка, я уже шила их неоднократно, все равно мне так хочется поскорее узнать, увидеть ее, потому что я могу ее представить только в общих чертах, а какая она получится в итоге, я не знаю, никогда, вот, поэтому очень жду появления игрушки на свет, очень интересный процесс, вот, я рада, что вас увлекает это так же, как и меня, вы пришли посмотреть, получится у меня, как же я это делаю, в общем, такими монотонными движениями мы должны наполнить всю нашу тушку, очень осторожненько, не стараться, снова надо подтолкнуть немножко в шею, самый ответственный момент, так, какой-то такой фоинтон, так это, давай, опять же, дай мне, как же, изооперезать и необходимо будет быть просто, вот, как же там, и вот так, и вот так и У меня уже почти готово тело. Немножечко я в него добавлю наполнителя. Неровности нужно распределить по телцу. Немножечко. Если вы чувствуете где-то пустоты, то их надо заполнить. В принципе уже тушка почти готова. Осталось только зашить вот это отверстие, через которое мы набивали нашу игрушку. Можно зашить тем же самым зигзагом, можно зашить вручную, но я буду делать это зигзагом. Он прочнее, чем моя ручная строчка. Я дважды прошлась по этому месту, где мы наполняли нашу игрушечку. Теперь мы приступим к одной очень важной части создания овечки. Это тонирование ножек и ручек соответственно. Я беру мелочек темно-коричневой пастели. Я слегка сломался, это не страшно. Беру ножницы. Я сейчас поблизости ничего другого не могу найти. И вот так натираю. Можно это делать канцелярским ножом, можно делать лезвием, можно и ножничками. По чуть-чуть, по чуть-чуть я как бы превращаю пастельный мелок в пудру. Вам этого одного пастельного мелка хватит на огромное количество тонировок. Обязательно не забудьте протереть лезвие ножниц после того, как вы это сделаете. Если вдруг вы так же, как и я, будете это делать ножницами. Вообще не советую делать со скобы ножницами, потому что лезвия тупятся из-за этого. Лучше делать это какими-то другими подручными средствами. Я взяла лист картона, потому что пастель будет сыпаться на поверхность стола. И в итоге мой белый стол станет грязно-коричневым. Берем кисточку. У меня кисточка синтетическая номер 9. Можно побольше немножко взять. Довольно такая упругая щетина, но нежная. Не такая жесткая, как, знаете, такие есть прям белые кисточки. Как правило, они белого цвета, такие жесткие-жесткие. Иногда я еще использую кисточку номер 2. Для таких, для трудных мест, если вдруг не получается широкой. Ну, девятая отлично подходит. Простите, не девятая, а шестая. Я почему-то решила, что вот так номер надо читать. Это номер 6, а вот номер 2. Итак, вот так макаю кончиком кисточки в пастель. Наш порошочек немножечко обтрушиваю. И вот от этого центрального шва такими макающими движениями наношу тонировку на нашу ручку. Предварительно вам нужно определить, насколько высоко вы будете покрывать копытца тонировкой. Это надо делать очень-очень осторожно. Теперь, как бы, такие сметающие движения. Эта тонировка будет ложиться уже более мягко. Мне здесь не хватает, я добавляю. И снова сметаю. Вот как раз вот в этот момент, когда вы применяете такие сметающие движения, пастельная пыль летит во все направления. Все, что рядом, может быть измазано, испачкано. Вот, поэтому надо это делать очень осторожно. Ну, чтобы рядом не было тех поверхностей, которые нежелательно пачкать. Так постепенно, по чуть-чуть, очень аккуратно, буквально по два-три миллиметра увеличиваете площадь покрытия. Потому что иначе можно случайно не туда нанести. И пастель уже удалить фактически невозможно будет. Вот такая незаменимая штука в творчестве. С интересным эффектом. Но трудновыводимая. Она даже не отстирывается. Ну, по крайней мере, у меня, может быть, кто-то знает секрет отстирывания пастеля. Потому что, вот, первые мои овечки были с не зафиксированной пастельной, вот этой вот, не фиксировала я никак пастельную тонировку. Вот, и была мне такая неприятная ситуация. Я везла игрушки на фотопроект для одного каталога. И, в итоге, когда я привезла, я увидела, что мои овечки покрасили соседей своими прекрасными копытцами. Вот, после чего я очень быстро побежала в художественный магазин для того, чтобы узнать секрет, как же же ее фиксировать-то, пастель, и чем ее убрать с ткани. Ну, частично ее можно снять ластиком мягким. Я его потом покажу. Вот, ну, в принципе, как мне сказали художники в художественном магазине, она ничем не снимается. Стирка в стиральной машине не помогла. У меня дочка измазала свою игрушку пастелью, тоже тонировала, как мама. Вот, и получилось, что она там нарисовала на лице лишнего. Я пыталась ее даже постирать в машинке, но у меня ничего не получилось. Поэтому будьте предельно внимательны, предельно осторожны, когда работаете с этим материалом. Не пытайтесь сдуть с детали овечки лишнюю пастель по направлению блюдечка. Я только что хотела это сделать и вспомнила, что передо мной стоит порошок, и можно его раздуть на все, что вокруг. Теперь смотрю вот так на нее фронтально. Видите, мне не нравится то, что я вижу. И исправляю ситуацию, увеличиваю с одной стороны. Совсем мало получилось. Конечно, такой довольно утомительный процесс. Монотонный, щепетильный, и чтобы вот так взять, окунуть в пастельный порошок, да, копытце. И оно вышло оттуда с необходимой тонировкой. Но зато мы в итоге получим красоту, поэтому оно того стоит. Вот такое копытце у нас получилось. Мне этого достаточно. Я его откладываю в сторону и принимаюсь за другое копытце. Делаю все то же самое. Возьмем копытце второе, сравним, чтобы у нас одинаково, на одинаковую высоту, чтобы мы наносили тонировку. За этим надо следить. Тонировать нужно к краю. Потому что, когда кисточка вот так резко заканчивает свое движение, с нее летит пыль. Так, берем ручки. Смотрим на них ровно. Развернули этой стороной. Вроде ничего. Тут немножко надо подправить. Уже сильно не усидствуйте. Я не уверена, если вдруг у вас нет пастели и вам очень уж не хочется ехать в художественный магазин за мелочком пастельным, то наверняка можно заменить тенями для глаз. Сухими. Точно так же вот. Кисточка аккуратненько. Можно наносить. Ну, это мне так кажется. Я не уверена, я таким способом не пользовалась. Вообще косметику человеческую в кукольном деле я не применяла, поэтому я не знаю. Знаю, что некоторые мастера наносят румяна игрушкам своим румянами. Наверняка можно тонировать тенями. Так. Хватит. Все вроде бы хорошо. Теперь я отставлю в сторону. Чтобы не смести, не смести. И взяла вот самый обыкновенный лак для волос сильной фиксации. Вот такой. Немножко взболтала. Нужно убрать все, что может попасть на путь. Я обычно это делаю над пустым полом. И вот с расстояния сантиметров 20 пшикаю на пастель. Не сильно. Нам как бы мочить не надо. И оставляем в таком состоянии, уже в лаке, оставляем сушиться. Таким же точно способом мы должны поступить с нашими ножками. Точно так же мы сухой пастелью прокрашиваем ту зону, которую мы хотим видеть затонированной. После того, как мы затонируем обе ножки, мы их покрасим. Зафиксируем лаком. И тоже отложим сушиться. И так я закончила тонировать ноги. Как я вам говорила, уже можно вымазать пятнышко. Только что они друг с другом столкнулись и осталось пятнышко. У меня такая резиночка есть. Она, в принципе, вытирает. Нужно вот так аккуратно держать, чтобы они между собой не соприкасались. И зафиксировать лаком. Пока мы будем делать другую работу, у нас ножки подсохнут. Ну и ручки, соответственно, тоже, которые уже стоят, сохнут. Я приготовила снова синтепул. Убедитесь, что у вас чистые руки после тонировки. Потому что всё-всё-всё останется на вашей игрушке. И теперь небольшими кусочками мы должны наполнить голову очень-очень плотно. Торопиться никуда не нужно. Нам важно, чтобы синтепух лёг как можно ровнее. В процессе наполнения головы нам нужно максимально сформировать круглый шарик. То есть мы пальчиком чувствуем, где у нас пусто. И туда наполняем. Дополняем недостающие места наполнителем. Вот именно по этой причине нам необходимо было делать такую строчку с очень-очень мелким шагом. Потому что если бы у нас была строчка, допустим, два с половиной миллиметра, стандартная, то у нас бы все эти швы, которые сейчас натягиваются очень сильно, они были бы слишком заметны. Потому что я уже прикладываю довольно такое серьёзное усилие для того, чтобы наполнить голову. Шарика ещё не получилось. Ещё нужно дополнять. В принципе этого достаточно. Вот у нас уже такая хорошенькая голова получилась. Я беру иголку и очень-очень плотно и надёжно зашиваю отверстие на голове. Сначала делаю довольно широкий потайной стежок. Этого ничего видно не будет, поскольку у нас будет шикарная прическа на голове. Нам главное здесь хорошенько зафиксировать края ткани. Потому что мы очень туго набили нашу заготовку. Пальчиками сдвинули края и зафиксировали ниточку. Вот так через край. Вот так. Вот так. Вы знаете, я вот шью свою очередную овечку. Мало того, что мне интересно, какая она у меня получится. Мне очень-очень интересно, какая овечка получится у вас. Поэтому я буду очень-очень сильно ждать вашей работы в альбоме, который мы создали специально для учениц наших курсов. Закончила. Еще разочек сделаем узелок для надежности. Я буду все сверху. Прячу. Вот. Остатки сельдопуха. Так. Вот. Что мы получили за сегодняшний урок. Что у вас должно быть готово. У вас должна быть тушка с ножками. У меня на ножках осталась пастель, которую я не заметила. Я ее стерла. Голова. И ручки. Вот такие заготовки. На следующем занятии мы с вами начнем ее одевать. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok